В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании коллегии-дознавателя. Троих фигурантов громкого уголовного дела заключили под стражу на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Напомню, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району. Предварительно установлено, что трое уже бывших начальников районных подразделений МВД сначала выпивали вместе, а затем пригласили в кабинет и изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. О случившемся сообщила сама потерпевшая. Среди подозреваемых 51-летний экс-начальник ОВД по Уфимскому району, его 50-летний коллега из Кармаскалинского района и 34-летний экс-руководитель отдела миграции МВД по Уфимскому району. Вчера министр внутренних дел республики Роман Деев уволил их с занимаемых должностей за совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт насильственных сексуальных действий в отношении 23-летней сотрудницы правоохранительных органов. К другим темам. Региональные операторы по обращению с твердым бытовыми отходами ждут утвержденного тарифа на вывоз мусора. В Госкомитете Башкортостана по тарифам обещают представить цифры к 15 ноября. О готовности республики к переходу с 2019 года на новую систему обращения с отходами говорили сегодня на круглом столе в Уфе. Пока нет тарифа, у нас нет стоимости услуги, и, соответственно, заключать договора мы не можем. С точки зрения работы в рамках договорной кампании мы приступили к ней, мы начали рассылать юридическим лицам перечень документов, необходимых для заключения договора. Сейчас говорю именно о паспортах отходов, протоколах биотестирования, проекция нормативов и образования отходов. Рега-операторы в Башкортостане – это четыре организации, ответственные за определенные районы. Будут координировать весь цикл работы с отходами. Договоры заключат в частности с мусоросортировочными предприятиями, транспортными компаниями, полигонами ТБО и так далее. Общая сумма четырех десятилетних контрактов с Минэкологией республики превышает 50 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт Башкортостана в ближайшие четыре года будет расти в диапазоне от 2 до 3,4%. Такие данные озвучил министр экономического развития республики Сергей Новиков на заседании Президиума регионального парламента. В целом до 2021 года прирост экономики составит 11% к уровню 2017-го. В своем выступлении руководитель ведомства отметил, что среднесрочный прогноз сформирован с учетом ориентиров и приоритетов майского указа президента страны. Обозначен ряд других плановых показателей. Так, индекс промышленного производства за четырехлетний период увеличится на 12%. Производство продукции сельского хозяйства будет расти в пределах процента и семидесятых ежегодно. По итогам заседания среднесрочный прогноз принят к рассмотрению в профильных комитетах Курултая Республики Башкортостан. Социально значимые расходы бюджета Башкортостана в 2019 году вырастут к уровню 2018-го более чем на 10%. Затраты на социальную политику, здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство составят порядка 50 миллиардов рублей. Проект бюджета республики на очередной трехлетний период представила на заседании Президиума Госсобрания, исполняющее обязанности министра финансов региона. По словам Леры Ихтисамовой, больше других увеличит финансирование здравоохранения почти на треть. Отрасль всего за счет всех источников финансирования получит 74 миллиарда рублей. Сумма колоссальная, конечно. В основном это деньги на строительство новых поликлиник, особенно детских поликлиник, также на оказание медицинской помощи, повышение качества, на новые ФАПы, на увеличение помощи, обеспечение, вернее, лекарственными препаратами населения. Расходы на образование запланированы в сумму свыше 46 миллиардов рублей, плюс 5,5 миллиардов к текущему году. Средства в основном пойдут на строительство новых и реконструкцию действующих школ, покупку школьных автобусов, питание детей-сирот. Почти вдвое вырастет финансирование культуры до 6 миллиардов. Расходы на спорт превысят 2 миллиарда, сообщила Лера Ихтисамова. И на этом у нас все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова